всем привет дорогие друзья с вами снова макс уже думаю с вами знакомы вот и сегодня выдался такой возможность неформатного общения надеюсь слышу меня будет более-менее постараюсь говорить в микрофон телефон то что на камере он абсолютно ужасный хоть что-то будет видно в общем я бы сегодня хотел вас познакомить ну как познакомить у меня время было очень мало самому-то познакомиться но хотя бы хоть как-то с такой машиной как у по и это форду фьюжон 2008 года выпуска отцу попалась на продажу такая машина вот соответственно где-то в понедельник ее у меня заберут ну как у меня у нас в смысле я тут вообще никаким местом не подвязан вот и собственно хотелось о ней немножко рассказать потому что сам я как вы знаете езжу на audi a6 на текущий момент вот на полноприводные 32 и до этого у меня был герц я думаю контраст достаточно очевиден но когда я пересел с герца на audi ну может из-за того что новая машина все дела прям не было такого вау эффекта сразу но он как бы был но не настолько что ты прям вот так вот присел вот а когда-то обратно с audi пересаживаешься на другую машину классом попроще скажем так ну вот ford fusion по сути ну очень 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 бюджетная машина то есть ценник на нее 200 там 30 250 тысяч рублей за более-менее живой экземпляр ну 250 допустим то есть это недорого это как там гитсы ну какие-нибудь спектры наверное в общем самое такое дно рынка среди иномарок дешевле только приоры и что там еще есть ну вот вы поняли соответственно я на нее очень хотел сделать какой-нибудь обзор но ее только вчера мы как бы смогли забрать уже сегодня с руками отрывают за там двести тридцать шесть тысяч то есть вот вообще с руками хотя машина не без косяков о них я расскажу надеюсь надолго это не затянется но у меня просто очень эмоциональное видео мне на ней дали чуть-чуть покататься мы ее подготовили помыли ну блин ну я так хотел пап говорю дай а поддал мне покататься вы просто не представляете как я кайфанул когда я слез с автомат на механику я первый раз когда на ней доехал до мест сегодня людям показывать я думаю нога отвалится боже как неудобно расположен педальный узел какая она тряска какая она шумная какая она вообще вся жестянка непонятная а потом что так обратно уже когда ехал когда как-то уже попривыкший к сцеплению чуть-чуть к педали опять еду и такое просто это было такое непередаваемое классное ощущение когда ты можешь сам управлять с автомобилем они за тебя это делает коробка но это сложно передать тем кто никогда не ездил на автомобиле но и не у всех это будет так же как это было у меня потому что кому-то ну не нравится механика кому-то нравится автомат вот я не скажу что мне не нравится автомат автомат это удобно но на механике вообще абсолютно лично для меня другие ощущения от езды и поверьте они просто великолепный даже на этом ford fusion вроде бы ну абсолютно простая машинка ничего такого двигатель 1.6 101 сила ну то есть куда он должен ехать как рвать на такое чувство как будто с аудюхи ты пересел на гоночный болид хотя поверьте едет он гораздо хуже ну что по паспорту что в реальности но ощущение от езды на механике совсем другие ну а теперь а теперь когда я с вами поделился таким первым каким-то экспресс-мнением а еще момент к моим восторгом предыдущим знаете управление этими двумя машинами оно по-своему хорошо и у меня обе машины и audi моя нынешний вот этот ford они вызывают восторг мне нравится водить автомобиль но audi вызывает какое-то совершенно другое чувство удовлетворения такое взрослое как будто до мягко да удобно классно так по серьезному а на форде на форде я себя чувствую как будто вся как вся как вся как вся как ну-ка покажи чё где чё сука как это кот тут на гибке прям просто совсем настолько другие ощущения от езды вот и на гидсе примерно было то же самое даже несмотря на то что тогда я водил ну поспокойнее я и так-то езжу как дед но тогда я еще и как бы и неопытный было боялся но когда я сейчас съел уже с другим немножко пониманием того как можно ездить на автомобиль да и ну как бы стаж конце концов уже какой-то это просто как бы знаете вот там был эверест а тут что-то как будто я подпрыгнул еще на один уровень это прям вообще вышка просто такие ощущения как будто на картинг сходил покататься или еще что-то ну а теперь раз уж мы здесь собрались ради этой красавицы а не моей кислой рожей вы уж простите что я так долго но у меня эмоции вот собственно сама машина машина ford fusion бюджетная машина восьмого года выпуска как вы можете хотя вряд ли на камеру это видно заметить вот есть вот такая вот история на ней вот думаю видно вот это вот бордовия да и шагрень такая под апельсиновую корку не знаю видно будет вот на оцвете вот а это ну оранжевый то есть она красная но у нее она стюкнутая в лицо немножко владелец ткнул ее этим местом ну и соответственно как видите по фаре да смотрите какая чистая оптика какая должна быть у машины пробег родной сто одна тысяча километров люди очень часто говорят что мол я езжу там 30 40 тысяч в год но не все так делают как и я например и пробеги по 300 тысяч там за 10 лет далеко не у всех вот сколько лет машине да и сто тысяч пробег ну вот видно по фаре да какая должна быть на сотке и какая вот у нас разборки это я не знаю с какого фарда сняли она ведь мутная желтая но все полируется наверное но тут уже до конца ее в божеский вид не привести в общем был полностью крашен бампер капот и два крыла и как видите они такого темно-морковного цвета бордового а сама машина она просто оранжевая вот ну и собственно что еще 100 тысяч подходит сцепление ну когда подходит через сколько-нибудь десятков тысяч может быть через 10 может через 20 нужно будет корзинку сцепления махнуть ну и тут там типа совсем какие-то мелкие косички ну-ка откройте видите тут никаких недоводчиков ни хрена но все равно садится офигенно удобно знаете вспомнил сидел я однажды на газели соболе там такие вот мягкие 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 сидушки очень классный мне прям нравится здесь они не так конечно пружинят но тоже такие удобные по кочкам сейчас ехал а наш 30 а вот так вот болтает но блин кайф чё-то хотел хотел открыть наверное багажник и капот сразу чтобы все вам продемонстрировать багажник вот вы посмотрите во первых это прям пятая дверь открывается правда высота погрузки вот так говорю погрузки не очень высота погрузки наоборот шикарная сумку не надо никуда тягать этот уз резиной совсем то есть там вот под этой вот штукенции я блин за того что записывал на телефон ну там просто видите вот кусочек какой-то шумки это только в этом углу я не знаю можно эту шумкой назвать и барабашка там голый металл ну то есть ну вы понимаете машина абсолютно бюджетного класса то есть это как иностранный жигуль господи ну жигулем она не сравнится даже несмотря на то что она также сделана там супер бюджетной и по простому здесь вот наверное уже кромка начинает потихонечку да ну ну это типичная такая фордовская тут болячка на южинах вот ну и звук слышите с какой с каким закрывается наверное но но это абсолютно адекватный нормальный автомобиль для даже семьи то есть передвигаться здесь там с ребенком вдвоем никаких проблем смотрите на переднем я бы не сказал что прям супер много места ну достаточно скажем так я сижу абсолютно не напрягаюсь ноги в отличие от всяких там грант и прочего не на весу особо тому вот есть как бы часть ноги на весу на на гранте подушка такое чувство ну ну лично у меня что она вообще вот так сделано и ну я просто вот ездил на такси когда у меня машина в сервисе стояла когда я чинил худшее что мне попалось это пятнашка гранта и приора это прям гавна куски за свои деньги норм но когда сравниваешь с машинами более дорогими возможно да и даже когда сравниваешь с машинами похожей ценовой категории ну допустим там спектра она была ушатанная у нее работа 1 1 дворник работал там она просто убитая была но она ехала лучше чем едет новая гранта короче место место дофига место дофига то есть я еще тут как бы оставьется место для заднего пассажира вот да тут прям пластик ну блин не могу постучать потому что телефон так ну допустим то есть слышно сиди я сам открою такой пластик очень очень все тут просто по салону но 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 есть кондей типа с заявкой на климат какой-то есть музыка вполне вменяемые чуть еще надо собака есть автомат на нем конечно в данном случае механика пятиступка тоже сойдет вообще никаких у меня претензий бардачки шмандачки вместо кстати не так много ну вот есть зато достаточно крупные ниши здесь правда смотрите что есть это такая комплектация что есть водительский подлокотник а водительский подлокотник это клёво хотя вот я там не могу так усесться прям как мне хотелось бы я должен слишком далеко быть от педального узла не чуть позже как пересядем на водительское место расскажу о нем там короче мешает в общем здесь место в принципе ну достаточно даже ну я под дрищ понятно лист ну даже для двух принципе там здоровых мужиков более-менее как-то усесться можно в отличие от гранта где вы будете немножко тереться плечами скажем так в общем высадка офигенная проем широченный башкой не заденешь место над головой офигища машина маленькая по сути и на ней удобно даже начинать водить ну потому что блин у нее радиус разворота небольшой все вообще шикарно задняя дверь ну не открывается уж прям так конечно на 90 градусов но никакой проблемы с посадкой и вот я собственно сел сел как вы видели там у меня место было охрененно много здесь здесь у меня места не так много но видите здесь еще есть место для ступней там вообще дофига то есть я вон могу их под сиденье запихать для коленей есть место над головой до хрена единственная проблема у этой машины диван опять же тут такой достаточно плоский хотя вот принципе я практически на нем умещаюсь и не сваливаюсь на выход единственная проблема ну весло хотя ну не вижу никакой сложности это не те весла которые я запомнил с девяток который я вот так вот не мог открутить никак вот здесь нормально в принципе открывается это подголовники вот здесь они прям бесячий к сожалению мне не нравится потому что я вот так вот вроде как бы могу на них облокотиться но это неудобно плюс мне как-то немножко упирается в лопатки это место в общем хер бы с ним за эти деньги вообще шикозно ну может быть тут будет не так комфортно ехать как в ауди ну а вы чё хотели вы чё хотели за эти деньги можно головой подлокотник складывать ну вот никаких тут больше прибамбасов ни розеток ни хрена ну то есть вообще ничего на заднем ряду нет но можно сидеть даже наверное втроем если по ширине эту как бы три ребенка усядутся потому что тоннеля как такового здесь ну нет практически не по-моему это великолепно чё-то еще показывать ручка страха вот и свет светильник кстати надо было сразу включить а то наверное нихрена не видно на камере ой слушаем звук о шикарно как часы ну в багажник я не полезу багажник маленький если не складывать сиденье если разложить ну стиралку можно запихнуть в гитсе по моему поменьше багажник единственное ровного пола не будет но вы понимаете о каком скажем так роде машины мы говорим она стоит реально 250 тысяч ну для иномарки это немного тем более для надежной иномарки как дойдем до капота расскажу давайте на водительское место еще раз заглянем посмотрим ретроспективу с другой стороны а не нормально уселся кстати когда подальше отодвинулся во рука у меня вот немножко не попадает мне бы чуть-чуть поближе этот проемчик но и так и так и как угодно в общем место тут есть причем в принципе даже этим подлокотником пользоваться можно вопрос только как бы на механике ну не очень она достаточно далеко выдвинутая вот от меня пользоваться то удобно а вот с подлокотником хреново короче никаких проблем единственное сначала я не понял то что узел педальный немного смещен как мне показалось чуть-чуть вправо но потом потом как-то я так более-менее по привык вообще удобно в принципе ну если говорить о механике никаких проблем самое главное смотрите тут такая шайба как на этих на французах по моему да можно звук прибавлять убавлять почти мультируль почти мультируль идеально противотуманки есть все есть то есть комплектация тоже в общем-то жирная для такой машины такого года восьмой год вот а чешник есть посмотрите ты конечно на ходу то наверное не попадешь никогда жизни вот почешник башкой ушибешься об чего-нибудь но сам факт когда он будет тут стоять спокойно все дальше чет еще интересно ну ручник регулировки есть естественно то есть если бы там не было за мной резины но в принципе опа вот так вот можно отодвинуться место до хрена тут кстати никому ноги не защемят ну только очень крупному человеку плюс можно естественно ну-ка иди-ка сюда родная как тебя подвинуть зараза папа можно вот так сделать унизить переднего пассажира зато сзади будешь сидеть как в бэхе семер а это что хрен узнает это видимо регулировка этой штуки вообще она вот так вот регулируется механически ну то есть есть необходимые скажем механические регулировки в общем то и все счете еще надо паскуда и забыл что я хотел еще сказать хотел сходить к мотору и немножко рассказать технической точки зрения про этот ford сейчас бы мне только открыть этот самый капот потому что я не помню как это работает плюс мне надо куда-то деть телефон куда бы мне деть телефон ох и ребят извините меня за качество звука и съемки но меня вообще нет возможности снимать это буквально 10 минут это потому что разрешили так где-то здесь ты должен отщелкиваться так я справлюсь чукча не дурак чукча справиться опа вот такая вот сейчас секунду вот такая вот у нас замечательная история под капотом во-первых все чистенько но как видите пуп-пум пуп-пум звоночек но на самом деле ничего страшного машина просто крашена это все родное вся кузовня ну кроме бампера естественно телевизор живой лонжероны живые то есть ничего из силовой конструкции не было задета ну и помимо всего прочего вы посмотрите на это чудо но если вы не поняли в чем прикол то это фордовский родной аккумулятор ему 11 лет и он до сих пор работает да да это пипец ну и что еще хочу сказать вот это вот это фордовский дюротек 16 я уж не помню точно как называется данный мотор но могу одно сказать точно по поводу этого мотора 101 сила 16 для такой машины в принципе за глаза я думаю разгону плюс-минус 12 и он классный достаточно эластичные с низов более-менее тянет в принципе можно будет спокойно я думаю ездить и груженым и втроем это всяко поинтереснее чем какой-нибудь там я не знаю грантовский восьмиклоп ну на мой взгляд субъективный я никому не навязываю неприхотливый меняйте там масло 1 10 и все ну и там все остальное навесное по регламенту с ним по сути очень мало что может случиться у него реально ресурс там космический то есть там 300-400 я думаю они ходят вот просто даже если его пинать и постоянные ничего особо там ну специально не обслуживаете не вылизывать как это делается с немцами со всем остальным то есть в общем просто это тупо работает немцы audi почему ну я знаю ответ но это уж так чисто бомбежка еще я могу сказать вам в итоге что я таки могу сказать вам в итоге дорогие друзья а то что не обязательно обладать кучей денег или быть сыном рокфеллера чтобы опа передвигаться в общем-то с более менее вменяемым уровнем комфорта до тряска до шумновато да она не гоночный болит но эта машина сугубо для цели возить тебя возить навоз в багажнике ее не жалко ну как не жалко любую машину жалко жалко еще пчелки в попке но скажем так эту машину нет страха эксплуатировать и эксплуатировать по назначению то есть по любым своим нуждам надо куда-то приехать взял поехал и ты знаешь что она не вот баба у фордов есть болячка я не буду сейчас про них рассказывать технически потому что многих тонкостей скорее всего сам не знаю но в общем и целом это надежный автомобиль и стоит недорого и справляется со своей задачей на ура то что в нем нет шумки нет каких-то других там супер опции или еще что то да вообще насрать лично я от него просто кайфанул я не думаю что вы узнали подцепили для себя какую-то новую информацию про конкретно ford фьюжн но одно могу сказать точно он не хуже кица он даже чуть-чуть побольше кица и как первая машина вполне возможно вам она даже подойдет потому что стоит он достаточно недорого единственное что нужно быть аккуратным с кузовной потому что с кузовной скажем так есть проблемки к таким возрастным машинам тем более дешевым обычно у них лкп ну не очень смотрели кузовню проверили документы в остальном там нечему ломаться ну подвеску перетряхнуть будет в круг стоит недорого даже если с двигателем что-то произойдет вдруг что-то произойдет и вы купили машину с пробегом 100 на самом деле там 500 и вам надо его откапиталить это это дюратег это это тупо короче 16 там я не знаю бородатых девяностых то есть по факту его там станет даже если он полностью там разлетелся до винтика 100 тысяч капиталить наверное ну подороже ваза короче чуть-чуть обслуживается но на этой машине и комфорта от езды конкретно больше чем от ваза по крайней мере если сравнивать с приорами десятками уж тем более все что там было раньше не знаю как там сам с новыми новыми грантами ну с вестой естественно нет веста получше но веста и стоит извините меня в ее дешевле пятисоток не найдете в принципе никогда но она и новее ну тут уже такая демагогия ну вы поняли из дешмана мне прям понравилось тем более механика тем более вообще все класс вот не без косяков но передвигаться можно и это просто к тому что я езжу на 6 но мне вообще не впадло похвалить классный автомобиль если он попадает мне в ракурс в поле зрения потому что я реально получаю кайф а если я получаю кайф отчего казалось бы она не едет она трясется она громыхает но какая в жопу разница даже классная на вот ну и на этом на сегодня наверное все такая вот нестандартная вставочка получилось если вам понравилось видео такого формата то могу намекнуть в скором времени вас ожидает больше автомобильного контента вполне вероятно и наверное даже не вот такого формата по ходушек по болтушек а уже более обзорного и нормального так что увидимся эй это же офигенно кататься на механике еще бы у меня не отваливалась присоска блин еще класс по моему это лучшее что можно придумать до тряска да не вот прям блин комфорт audi но чё за эти деньги вообще класс на первой передаче дубасе потому что мы можем позволить себе это и моторчик идет будет крутиться крутиться до пяти с половиной спокойно так то все тут главное не бросать сцепление бросить можно кого угодно и что угодно какие-то звуки постоянно ну подвеска немножко громкая громыхает ну и хрен с ним это же офигенно габариты видны едешь как в аквариуме шикоз звук говно правда не просто потому что машина шумная она шумная на скоростях выше 80 да и в принципе шумные даже камера у меня звук записывает дерьмо даже на вторую не могу переключиться но посмотрите нормально пожалуйста надо на первой крути крути на 1 оппа вторая зашибись катим на второй подвеска ну громыхает нам достаточно непробиваемая сейчас вот здесь вот прокатимся 30 километров в час бабам ну и нормально пробить ее можно конечно если захотеть если совсем как дурилка картонная ездить ну вот я не то чтобы сильно аккуратно еду но порядок просто яму вот такие объезжать прям со всей дури в них не влезать типа как вот здесь и все шикардосина